Биткоин, кардана, твои любимые альткоины, все они падают в это прекрасное утро воскресенья. Что же это значит для булрана? Начало ли это настоящего экзамена для быков? Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. За последнюю неделю я несколько раз говорил, что приготовил долларовую позицию для того, чтобы купить потенциальную коррекцию. Что ж, я это сделал сегодня, я дождался этой коррекции. Это видео было не запланированным и я даже сценарий к нему не написал, скорее всего оно получится совсем коротким. Сегодня разберемся, чего ожидать от биткоина, является ли это концом булрана, а также я нашел причину, из-за которой рынок упал. Причем упал хорошо, потерял почти 300 миллиардов долларов. Начнем с того, что падение биткоина четко подтвердило новый уровень поддержки, это 51 500 долларов. Как мы видим в начале этого года этот уровень выступал сопротивлением, затем после того, как он был пробит в марте, мы протестировали его на предмет поддержки и теперь снова вернулись, чтобы сделать то же самое. Если сейчас биткоин во второй раз подтвердит, что этот уровень является сильной поддержкой, то мы увидим продолжение роста. На этом падении биткоин я не покупал, а покупал альткоины. Сегодня я выложу видео о тех альткоинах из топ 20, которые я купил, а сейчас ради примера один обозначу. Это конечно же юнисвап по отношению к бинанс коину. Как по мне, он сейчас находится на самом дне, его цена вернулась к изначальным отметкам. А учитывая скорый выход юнисвап версии 3.0, его будущее мне кажется оптимистичным. Но вернемся к биткоину. Когда возникают сомнения, всегда открывай глобальную картину. Это логарифмический недельный график цены биткоина, и здесь я уже провел небольшой анализ до того, как начал записывать это видео. Обрати свое внимание на 20-дневную среднюю скользящую. Это очень важный уровень поддержки на бычьих рынках и очень важный уровень сопротивления на медвежьих. Вот эта синяя линия, это и есть наша средняя скользящая. Если что, средняя скользящая это такой индикатор, значения которого в каждой точке равны среднему значению графика цены за предыдущий период. В нашем случае это 20 дней. В прошлом булране 2017 года, когда криптовалюта Рьяна росла, мы можем наблюдать целую кучу коррекций биткоина. Все они встречали свою поддержку именно на этой 20-дневной средней скользящей. Иногда они проваливались ниже нее, но сразу же возвращались наверх. Давайте переоценим булран, в котором мы находимся сейчас. Булран 2021 года. Здесь мы тоже видели уже несколько коррекций. Вот одна, вторая, третья и сейчас четвертая. Но только лишь одна из них коснулась 20-дневной средней скользящей. На данный же момент между ценой биткоина и 20-дневной средней скользящей существует большой пробел, на который я оказал красной стрелкой. На данный момент 20-дневная средняя скользящая находится на уровне 42 700 долларов. Но вместе с ростом цены биткоина она тоже будет подниматься. Поэтому во время новой коррекции эта цифра может быть уже немножко другой. Я всего лишь даю тебе указку, показываю на что нужно смотреть. Дальше все в твоих руках. Не могу же я быть вечно с тобой рядом. Хотя я стараюсь каждый день. Далее вопрос, означает ли эта коррекция конец бычьего рынка. Мне уже с утра успели задать несколько таких вопросов в личные сообщения в телеграме. Кстати, подпишись на мой телеграм, ссылка на него будет в описании под видео. Я не могу гарантировать тебе, что кто-нибудь правильно тебе скажет, будет булран продолжаться или нет. Никто не может точно этого знать. Но я могу выразить только свое мнение. И я думаю, что нет, это не конец булрана. Я могу доказать это очень просто. Даже не буду ссылаться на то, что институционалы инвестируют, накапливают, покупают, продают теслу за биткоин в конце концов. Что есть модель сток-то-флоу рейшо, которая показывает рост до 100 тысяч долларов уже в этом году. Нет, мое доказательство намного проще. Эти две вертикальные линии обозначают предыдущий и позапредыдущий халвинги биткоина. Это халвинг 2016 года, это халвинг 2020. Я отмерил, сколько дней прошло после предыдущего халвинга в 2020 году. Это 336 дней. Давай возьмем эти 336 дней и отсчитаем от предыдущего халвинга в 2016 году. Оказывается, спустя 336 дней после халвинга 2016 года биткоин находился посреди бычьего рынка, который даже после коррекции продолжался еще 126 дней. При этом удивительно странно, что спустя 336 дней биткоин тоже переживал коррекцию тогда. Очень удивительное совпадение, не так ли? Ну вот и ответ на вопрос, является ли это падение биткоина концом булрана. Также обрати внимание, в 2016 году от этого же момента еще 126 дней продолжался рост. Сегодня у нас апрель, значит спустя 4 месяца будет приблизительно август этого года. Почему мне показалось это интересным? Потому что модель сток-то-флоу рейшио биткоина показывает, что приблизительно в августе биткоин достигнет пика 100 тысяч долларов. Еще одно странное совпадение. Итак, мой ответ на вопрос, конец ли это для булрана? Нет. Но это не финансовый совет. Теперь я хочу показать тебе график биткоина, где каждая свеча это один день. Соответственно, здесь был пик 2017 года, а здесь было два дна медвежьего рынка после обвала биткоина. Вся эта масштабная картина длиной в 4 года вместе образовывает огромный симметричный треугольник. Целью которого является пробитие вверх на высоту этого треугольника. И как мы видим, эта цель почти отыграла. Что же нужно для того, чтобы она точно отыграла? Если мы перейдем на 4-х часовой график, то увидим здесь восходящий клин, целью которого является цена 87 тысяч долларов. Биткоин очень хорошо отыгрывал этот восходящий клин, пока не пробил его вниз и не улетел куда-то еще ниже. Но самое позитивное это то, что он оттолкнулся от уровня 0.618 по Фибоначчи. Это очень сильная поддержка и хорошо, что она удержала цену биткоина, причем идеально. Кроме этого, есть еще один очень важный момент, на который я всегда обращаю внимание, когда смотрю на уровни по Фибоначчи. Это стахотический осциллятор. Да, я его уже анализировал перед тем, как записать это видео. Все сделал наперед. Если в момент, когда 0.618 уровень по Фибоначчи отыгрывает как сильная поддержка, синяя линия пересекает красную снизу вверх и отталкивается от уровня 20, это означает сигнал на разворот. То есть, бычий сигнал. Конечно, сейчас об этом еще рановато говорить, потому что еще нужно время для того, чтобы понять, что происходит. Но намек на это я уже вижу. И еще один очень важный момент для того, чтобы цель этого восходящего клина отыграла. В цене биткоина обязательно после этого провала нужно вернуться в пределы этого восходящего клина. Как мы видим, первая свеча пробила нижнюю границу клина, а вторая свеча, которая здесь нарисовалась, вообще отскочила от него вниз. Это не очень хороший сигнал. Нужно обязательно, чтобы цена вернулась в пределы этого клина. Эти два момента пока что не очень ясны, нужно еще немного времени. Но по остальным биткоин сохраняет оптимизм. А значит, бычий рынок, скорее всего, продолжится. Но это мое мнение. А закончить я хочу причинами этого падения. Самое главное сейчас на твоем экране. Пока что это неофициально, но казначейство США начинает прессовать несколько финансовых учреждений за отмывание денег с использованием криптовалют. Это очень серьезный шаг, который показывает, что правительство планирует все более ужесточенно регулировать это пространство. Думаю, ужесточения будут происходить все активнее по мере того, как приближаются моменты запуска цифровых валют центральных банков. В этом я вижу некую логику. Кстати, интересно, за какими финансовыми институтами уже охотится США? По всей видимости, это очень крупные организации, если рынок так посыпался и потерял 300 миллиардов долларов. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какие именно институты попали под удар казначейства США. В любом случае, я давно ожидал эту коррекцию, и для нее у меня была готова долларовая позиция. Так что я рассматриваю это как долгожданную возможность купить. Но это только моя точка зрения. На этом все. Если видео было тебе полезным, или хотя бы интересным, а может быть даже познавательным, не забудь поставить лайк. Мне всегда приятно, каналу помогает расти. Нас уже 114 тысяч, и цель в 200 тысяч не кажется уже такой невозможной. Большое спасибо вам за эту поддержку. А меня зовут Богатейщий Ди, подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok